Воскресенье Ну, в общем, вся эта команда Примерно решают Организовать покушение на Горбачева Устранить его с арены любым путем То ли напугав, то ли убив И им это, в общем, удается Но дело в том, что вышел только седьмой и восьмой номер Искусство кино, где это все описано Ну, параллельно с Большой Любовью А девятый номер Искусство кино, где Окончание романа, еще не вышел И они же ведь могут приостановить его выход Тогда они не узнают, чем это все кончилось для них Добрый вечер Здравствуйте Со мной в студии через 253 дня нашей борьбы Мои боевые товарищи Александр Любимов И Александр Политковский Я поздравляю вас всех С нашей победой, с нашей общей победой Победой над страхом, мракобесием И над военной хунтой И над военной, и над политической хунтой Привет Если уж уходить в эфир, то полностью со всей атрибутикой Вообще-то, сегодняшний выход программы «Взгляд» Это событие именно сегодняшнего дня На центральном телевидении ничего не изменилось Кравченко находится в своем кабинете Кстати говоря, как не изменилась и позиция нашего генерального Вестера и Президента Союза Потому что вы видели только что пресс-конференцию Кстати говоря, через ровно в 16 часов по московскому времени Нас, естественно, прервут И будет транслироваться выступление Президента Союза В Белом Доме России Я хочу напомнить вам Что все-таки в Москве простые люди Не собирали какие-то команды и группы захвата Для того, чтобы освобождать Крымскую дачу Они защищали Белый дом России Так что «Взгляд» пока не выйдет в эфир Хотя студия «Эксперимент» планирует где-то в октябре месяце Начать другую какую-то общественно-политическую программу Если это удастся, эту идею провести руководителю студию Александру Пономареву Но это дело будущего А я хочу все-таки вернуться к тем печальным дням И начать с 19-го числа В понедельник «Взгляд» уже подготовился к чрезвычайному положению Уже в 13.00 Вся наша монтажная техника была на нелегальных квартирах Мы успели запастись бензином для наших машин И едой для наших людей Мы закрыли все финансовые счета И вывезли все ценные архивы и видеоматериалы за пределы Москвы Резервную технику мы передали представителям иностранных государств И организовали систему явок и связников Это для тех, кто готовит новые перевороты Обращайтесь в первую очередь к нам Мы всегда готовы вас принять и даже выслушать, но с телевизионной камерой А теперь мы представляем вам программу, в которой вместе с вами Хотели бы поразмышлять на тему, что же все-таки произошло Поразмышлять по-разному Мы презирали заговорщиков с самой первой секунды И с самой первой секунды верили в победу Ну может быть не такую скорую, как получилось, но точно победу И мы, как мне кажется, всегда в наших программах, когда были в эфире Уважали президента Горбачева и не ставили свои оценки выше политических реальностей Мы также поддерживали президента Ельцина, но никогда не стремились быть рупором российских властей Мы не были врагами армии Но жестко выступали против генералов из полетуправления Которые, кстати, в течение долгого времени нашептывали Горбачева, чтобы он закрыл взгляд И строили дачи, эксплуатируя рядовых солдат Мы за государственную безопасность Но против органов, которые сажают людей и атакуют Белый дом Мы вправду счастливы от нашей победы Но против того, чтобы сейчас начались гонения на рядовых коммунистов Ибо мы понимаем, что не все общество разделяет взгляды Рудского и Ельцина Мы понимаем и не осуждаем людей У которых страх вошел в гены Ну вот приблизительно та позиция, с которой мы сегодня хотели бы поговорить с вами А теперь давайте почтим память погибших Это Пантелеймон Ширяев, Владимир Усов, Дмитрий Комарь, один неизвестный Илья Кричевский, Геннадий Вертильный, Янис Сальминш, Юрис Бекерис Эти люди не увидели нашей победы Восстановление законности и правопорядка Стабилизация обстановки Преодоление тяжелейшего кризиса Недопущение хаоса, анархии И протоубийственной гражданской войны Государственный комитет по чрезвычайному положению В СССР восстановляет Москва Восемь утра Последними закончили работу журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Сотрудников выгнали из студии и отключили аппаратуру Радио и телевидение в руках ГКЧП Новая власть, опирающаяся на армию ВД и КГБ Решила, кажется, довести перестройку до логического завершения Полностью демократизировав ситуацию в стране Десять утра Леонид Кравченко проводит летучку В спешке возвещая о переменах, удививших и шокировавших На съемки выезжает только программа «Время» Восстанкино, десант Люди подавлены Новая власть Переворот, о котором так долго говорили Кто в шутку, а кто с угрозой Свершился Неужели? На шестом году перестройки Игры в демократию кончились Почему вы уезжаете? Нет, я снимаю картины Раз, во-вторых, у меня родилась дочка Я боюсь Я уезжаю, потому что я боюсь И меня всегда обвиняли в том, что я далек от политики Или что я ни с правыми, ни с левыми, что называется Я действительно считаю, что у меня не хватает, может быть, ни партийности Любой Левой, правой, констервативной Для того, чтобы примкнуть к какому-то лагерю Но с точки зрения гуманности Я вижу, что Есть какие-то законы, которые нарушать Можно только в крайних случаях По-моему, этот крайний случай еще не наступил Русский народ осознал необходимость продолжения перестройки И осознал необходимость осуществления экономических реформ Драма России заключалась в том, что русские люди на сегодняшний день не готовы были объединиться Для того, чтобы эти реформы проводить Раскол среди демократов катастрофический Еще Лев Толстой написал Почему плохие люди всего мира так легко объединяются Вот тоже бы самое сделать хорошим Горбачев, которого так долго ругали Критиковали слева и справа И который, кажется, начинал тогда еще, в 85-м Почему-то больше не президент Нет президента Плохой ли, хороший, но законный 10 часов Рязанское шоссе, БТР Киевское шоссе, танки Взято под охрану Министерства обороны И зачем-то окружен Большой театр Уверен, что в стране будет наведен порядок И те товарищи, которые прошли в случайное положение, наведут порядок Состав ГК ЧП СССР состоит из действующих министров Там нет ни одного человека, который был бы со стороны, внезапно, из-под поля, из тени Поэтому, как юрист, международник, я это квалифицирую полностью как законную власть Соответствующую и нормам внутреннего национального законодательства и международного права Скажите, как вы можете охарактеризовать тех людей, которые говорят о событиях последних двух дней, что это путь или переворот военный? Это государственные преступники Всех, кто так говорит, их можно привлекать к административной перспективе и к уголовной ответственности Потому что это в очередной раз клевета на законную власть Это те же самые люди, которые кричали месяц назад «Долой Горбачева!» Они кричали А теперь они кричат «Долой Горбачев!» «Долой Янаева!» Или, допустим, «Долой новое руководство!» Это отбросы общества Не знают, что такое закон, не понимают те сложности, которые имеются в нашем обществе Это люди, которые таким образом себя самоутверждают Просто Они и Царя кричали «Долой!» И Керенского «Долой!» И Большевиков «Долой!» И Горбачева «Долой!» И Ельцина будут кричать «Долой!» Они... Это постоянно сброд внизу, который всегда себя самоутверждает через разрушение В 11 часов Ельцин, развеявший появлением своим слухи об аресте, дозвонился до Украины На Краснопресненской набережной начинается манифестация Люди перед Моссоветом Уже известно о роспуске Совета Безопасности Связи с Горбачевым, кажется, нет Даже у аппарата президента Указ Считать объявление комитета антиконституционным И квалифицировать действия его организаторов Как государственный переворот Являющийся ничем иным, как государственным преступлением Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по чрезвычайному положению Считать незаконными и не имеющими силы на территории РСФСР На территории Российской Федерации действует законоизбранная власть в лице президента Верховного Совета и председателя Совета Министров Всех государственных и местных органов власти и управления РСФСР Москва, Кремль, Борис Ельцин 12 часов Закрыто заседанием из Совета Депутаты по просьбе Ельцина уводят людей к Белому Дому Где через час начнется экстренное заседание Президиума Верховного Совета Оглашен призыв к всероссийской стачке И уже через три часа ее начнет Кузбасс Забастует Кировский завод в Ленинграде Сегодня праздник, преображение Господня Всех вас и поздравляю с праздником А как я сам монах, поэтому я в политику не лезу Насколько монашица выше, как небо выше земли Насколько монашица выше всех этих страстей Хороший праздник сегодня Что заслужили Россия стоит Наш последний шанс Ведь завтра все может быть так, как вчера Как много лет назад Им не верят Не верят Янаеву, Павлову, Пуга и Язову Обступив здание Верховного Совета Люди грудью закрыли его от танков А они уже здесь 13.30 В Таллине закрыты морские порты В Москве у Кремля танки ГКЧП грозит взять под охрану Белый дом Но танки не движутся Солдаты, читая обращения к народу Подписанные действительным и законным руководством России Остановились Госкоп политических авантюристов Объявила себя верховной властью Вошла в антиконституционный сговор Совершив тем самым Тягчайшее государственное преступление Изменив народу Отчизне, Конституции Эти должностные лица Поставили себя вне закона Демократические перемены Которые наш народ добился За последние пять лет Растоптаны В одну ночь уничтожена Свобода слова Свобода шествий и демонстраций Законное право граждан Выражать свое мнение И оставить свою гражданскую позицию На сегодняшний день Приказ вице-президента страны Являющегося сейчас В составе государственного комитета Это законная власть Вице-президент страны А приказ президента РССР У нас не просто делается законно Приказ поступает Приказ президента России Я подчеркиваю Государственного комитета По чрезвычайному положению Приказ президента России Будет приказ соответствующий Войска уйдут там Где им принадлежит Казар Около четырех часов Стихино начался митинг Демократической России Продолжается дождь Сумрачно и мрачно Неуютно Танки ГКЧП Любезно информирует О закрытии всех газет И разделяющих точку зрения Новой власти А люди Все больше Душевные попадаются Писал в свое время Товарищ Сухов Любезной жене своей Катерине Матвевне В белом солнце пустыни Я полагаю Что Михаил Сергеевич Горбачев Сделал неизмеримо много Для того Чтобы те процессы Демократические Которые начались В стране В 85-м году Это человек Который заслуживает Всяческого уважения А извините Не расследования Он не государственный Преступник Это человек Который Сделал Все Для того Чтобы мы встали Вот на этот Демократический путь Мы на этом пути Сумеем добиться Многого Ну а если говорить О каких-то конкретных Путях То Думаю Что Уже себя Скажем Во многих городах Более чем В 500 городах Оправдали такие методы Как совместное Патрулирование Я Тоже естественно Не мог Отказаться В эту трудную минуту Для крестьянства От Участия в работе комитета Забота О трудящихся Пронизывала Всю презентацию Новых хозяев Кремля Мы Должны Возродить Наши связи С общественностью Сказал Товарищ Пуга Видимо Имея ввиду Связи с народом Своего предшественника Лаврентия Палыча Горжусь Тем Что я являюсь Членом Центрального комитета КПСС Товарищ Янаев Наряду с традиционным Чувством законной гордости Также выразил надежду Я надеюсь Что Мой друг Президент Горбачев Будет В строю И мы будем Еще вместе Работать Если бывший президент Несмотря на лечение ГКЧП Все-таки Выздоровит Сегодня ночью Вы совершили Государственный переворот И Какое из сравнений Вам кажется Более корректным С 17-м В 64-м Годом Уверены ли вы А если уверены То на чем Основана Ваша уверенность Что все реформы Которых сегодня Мы все слышали Миллионы советских людей Они Будут поддержаны Народом Ведь в противном Случае Вы окажетесь Полководцем Без армии Учитывая Формулировки Вашего Коммуняка Запрашивали ли вы Совета У генерала Пиночета Несмотря на Злобные Выпады Некоторых Журналистов ГКЧП Сохранил Присутствие Духа И уверенность В завтрашнем Дне По мнению Новых руководителей Страны Дрожь в руках И насморк Не являются Препятствием К осуществлению Заботы Заботы О судьбах Легких 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 Танков В Литве Привыкли Уже Ко всему А в Москве Появился Уже Свой Комендант Генерал Полковник Калинин Танки Прошли Посадов На кольцо В белом доме Ельцин Собрал депутатов Всех Российских У здания Тысячи людей Уже Известно Что многие Здесь Останутся На ночь Будут Жечь Косты И готовить Пищу Это было В Риге В январе Измученная Прибалтика Терзаемая Головорезами Из ОМОНа Не будет Спать И в эту ночь В Риге Будет Первая Жертва Этого Путча 30-летний Янис Салмейш Водитель Погибнет Он При захвате ОМОНом Здание МГД Министра Вазниса ОМОН вышел Низ на улицу БТР Окружит Телецентр Столкнувшись При движении Спасажирским Миниавтобусом Есть раненые В городе Стрельба Пока только В этом Городе В Москве Темнеет Объявлено О созыве Чрезвычайной Сессии Российского Парламента 21 августа Союзный Соберется 26 19.00 Ельцин Выступил Перед народом В Белом доме Своего рода Штаб Регулярное Дежурство Ежечасные Выступления Депутатов Вы будете Выполнять Постановление Государственного Комитета Вновь образованного Или президента России У нас есть Своё командование Мы выполняем Приказ Своего командования А что будет Дальше Что будет Дальше Всё будет Зависеть От народа Армия Здесь Бессильная Что-либо Сделать Она может В частности Захватить Что-то Сделать А в целом Она ничего Не решает Но вы Как военный Человек Прекрасно Понимаете Что В общем-то Силы Даже Одного Бронеталку Батальон Недостаточно Элементарно Если появятся вертолеты И тем не менее Вы будете Защищать Это здание Ну во-первых Я не думаю Что будет Такая ситуация Потому что Даже этот комитет Люди там Не глупые Даже у них Всё стоит на карте Это понятно В данный момент Но От того Прольётся здесь Кровь или нет Зависит их Вообще жизнь Первые хорошие Новости Начнутся Около Восемь часов Вечер Десять танков Томанской дивизии Перейдут на сторону Гельцин Имя майора Евдокимова У всех на устах Сковская дивизия 20 БТРов И 600 человек Десантов Они решили защищать Не чрезвычайный комитет А российское правительство А рядом люди Ночью будет здесь Около 15 тысяч Так же Как и в Бильнюсе Где в час ночи Будет срочно Ратифицирован Договор Литвы С Россией В Риге Где внутренними войсками Захвачено уже Здание Народного фонда И школы милиции Выступил Грабунов Ельцин помог нам В январе Сказал он Мы не оставим Россию сейчас Лидер латышских Коммунистов Рубикс Потребовал Смертной казни Депутатов парламента ОМОН Устроил Ночной дебош В телецентре Схвачены И избит Хобиенс Баррикады Не спасли Ригу В Москве Баррикады Еще стоят Стоят люди И каким-то чудом Вышел номер Газеты Куранты Вечером В 10 Полусамодельная Любительская Радиостанция Заработала В Белом Доме Несмотря ни на что Радио Тройка Антон Радио Россия Внимание Всем радиолюбителям Советского Союза На этой частоте Мы будем сообщать И передавать Правительственные сообщения Правительства России Добрым утром Уважаемые Товарищи Москвичи Уважаемые Наши защитники Я Не ошибся Говоря о Домармутре Ибо Мы С вами Доживаем Сутки В условиях Переворота И то Что было задумано С самого начала Ликвидировать Все Что есть Прогрессивно В Белом Доме Не состоялось Именно благодаря Поддержке Вашей Поддержке Москвичей Всех Граждан Всех Россиян Мы понимаем Как вам тяжело Провести было Бессонную Холодную Ночь Мы Слышали Мы чувствовали Вас Мы были вместе С вами Сейчас Подходит Время И вы Безусловно Беспокоитесь О грядущем Дне Мы считаем И от имени Правительства Я заявляю Что Пройденный Сегодняшний Отрезок Времени Это движение К лучшему Вы Заслужили Чтобы Считать Это Боевым Рабочим Днем И мы Поручаем Я поручаю Как глава Российского Правительства Всем тем Кто принял Участие В защите В эту ночь Руководители Предприятий Организаций Всех Фабрик Заводов Учреждений Институтов Засчитали Вам Это Рабочим Днем И Уплатили В двойном Размере В то же время Нельзя Ни на минуту Ослаблять Внимание Нельзя Ни на минуту Ослаблять Защиты Дома Союза Дома Советов Поэтому я Обращаюсь К вам Уважаемые Москвичи Быть На месте Здесь Около нас До 9 часов К тому времени Когда Подойдет Свежая Смена Новая смена Свежие силы И мы Продолжим Остаивать Начатое дело Защиту Демократических Преобразований 23.10 БТРы окружили Редакцию Литературной Газеты А в Питере Где есть опыт Революционной Борьбы Газеты Выйдут Несмотря на Танки В Гатчине И Пушкине Люди Вышли На Дворцовую ОМОН Присягнул Ленсовету И типографии Не попали В руки Военного Аппарата Техники В городе Вроде бы Нет Зато Хватает Ее В Москве Несколько Танков Правда Ушли Под российским Флагом Но Многие И остались На завтра Намечен Штурм Белого Дома Но Это Завтра Наверное А может И нет Кто Сейчас Это Знает Мы Ждем Не Уходим Мы Вместе Я не мог Бороться С ощущением Что я должен Быть здесь И поэтому Я должен был В общем Привести Свои Дела В порядок За одну Ночь Я их Привел В полный Порядок И уехал От своей Семьи Сюда Приехал Но я Привел Все дела В порядок А если Что-то со мной Случилось Я бы уже знал Что у меня Распоряжения Отданы Все Дома Скажите Если бы У вас Предоставилась Возможность Выступить Перед Миллионной Советской Аудитории Что бы Вы сказали Сейчас Людям Я бы сказал Что я горжусь За свою страну И это со мной К сожалению Не бывало Часто Потому что Я знал Что эта страна Изгнала Таких людей Как Я прошу прощения Давайте договорим Быстро Простите Там по всей видимости Начинается Штурм здания Но я вас Хочу дослушать Ну вот я хочу сказать Что я в конечном счете Я Когда Когда Было Сейчас В районе Восьмого Подъезда По информации Что двигаются танки По информации Комитета Обороны Танки не двигаются Никаких Придвижений Войск Сейчас не Наблюдается Информация Поступила Из достоверных Источников Поэтому пожалуйста Соблюдайте Спокойствие И бдительность Ну и Информация До тех Находится У восьмого Подъезда Бдительность С нами Мы недалеко От восьмого Ну вот Это секрет Дело в том Что когда Я был изгнан Из своей родины Вы знаете Я должен сказать Кровенность Я был поражен Как мало людей В общем Меня поддержали Здесь На родине Мои даже ученики Когда были организованы Собрания В Московской концертории Говорили Что они Чувствуют себя Покрытые позором Что они у меня занимались Вы знаете Это оставляет след Все это конечно Делало такую Ржавчину На сердце Что думал И с любовью И со слезами Понимаете Со слезами Ну Страдание За свою страну И вот Сегодняшняя ночь Вчерашняя ночь Которую я видел Это вернуло мне Веру По-настоящему В людей Которую В народ Которую дал Вот как я уже говорил И Прокофьева И Шостаковича И Пушкина И Лермонтова И Достоевского И я Эта ночь Для меня была Очень значительной ночью И я счастлив Что я сюда приехал И я счастлив Что я провел Ночь в Белом доме И я счастлив Что даже Ну не будем скрывать Что я приготовился Потому что я могу И не вернуться Правда Ну вот Как раз я видел Это И Я ничего не боялся Потому что Вы знаете Существует вера в Бога И свой путь Должен пройти И пройти его счастье И я вижу Что люди Которые пришли И стояли здесь Во дворе Вокруг этого дома Они с честью Провели свою жизнь И проводят свою жизнь И я город За свою страну Сегодня как никогда А мне его противно Держать Ну что Скажите пожалуйста Вот этот инструмент И Вилончель Имеет что-то общее Вы знаете Нет Имеет что-то противоположное Мне кажется Вилончель дает Жизнь А это отнимает Потому что Противоположное имеет Правда Вы знаете Когда Нужно сказать Тоже Что нужно быть реалистом И тогда Когда В жизни Есть такие люди Которые Вот Шесть физиономии Которые Меня преследуют Все время Да Просто визуально Преследуют И они посылают Танки На народ Тогда конечно Нам нужно тоже Научиться Как-то этому отвечать Но нужно добиться Того Чтобы эти люди Не имели возможности Посылать танки Вот это то К чему Мы должны все Стремиться И должны все Чувствовать Что эта опасность Еще существует И я еще раз Повторяю Что опасность Будет существовать До тех пор А коммунисты Будут пытаться Продолжать Строить свой Эксперимент На самых Идиотских Античеловеческих Лозунгов На студии Член ЦК Коммунистической Партии России Член Полетбюро Александр Григорьевич Мельников Александр Григорьевич Вы слышали Окончание интервью И то что сказал Мстислав Ростропович Я бы хотел Вопрос вам Задать первый Такой Не кажется ли вам Что учитывая То что 8 человек Которые возглавили Этот переворот Члены Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Не кажется ли вам Что после этих Событий И своим бездействием Во время этих Событий Коммунистическая Партия Окончательно Дискредитировала Себя В лице Советского Народа В глазах Советского Народа Я хотел бы Не такую оценку Не нашедать Я хотел бы Чтобы вы поняли И все поняли Нельзя Тождествлять Партию С конкретными Восьми Или там Другими Руководящими Органами Потому что Есть коммунисты Миллионы коммунистов Которые в эти Тю трудную минуту Устояли И сохранили Ритм трудовой И не дали раскачать Струну Вот это главное Что Поэтому О них мы должны Постоянно помнить И на них Клеймо вешать нельзя Александр Игорьевич Ну вот вы лично Вы же не пришли В Белый дом Нет ЦК России Узнала О всех событиях С телевидения По существу Ну Да Но Мы понимаем Что в Белом доме Решались вопросы Ну Есть Россия Есть партийные организации Есть партийные комитеты Мы сразу выработали позицию С одной стороны Получить четкую информацию Объективную От центрального комитета От комитета Который создался И второе Так хоть Переговорить Так хоть И успокоить Все партийные организации Через них Трудовые коллективы Ну вы хотя бы Мне рассказывал Значит Один ваш работник Эдуард Тут мы с ним сейчас пообщались Он сидел как в ящике На телефонах Ты хоть и только этим пользовался Вот примерно такая же работа Была у нас День и ночь Скажите пожалуйста Но наши товарищи В Белом доме Народные депутаты России Те которые Участвуют Там они все были В том числе Секторы ЦК Александр Игорьевич Но ведь не секрет Что существовала Секретная записка ЦК Для внутреннего пользования В которой рекомендовалось Коммунистам Поддержать ГКЧП Вы знали об этой записке Значит ЦК России Такая не приходила Я ее не видел Я знал Что такая установка пошла И думали Что это вообще Установка пленуми ЦК Но текст ее Сам по себе У нас В аппарате не было Хорошо Александр Игорьевич Но вы все таки Так или иначе ЦК РКП Вообще РКП Она ассоциируется С довольно консервативными Взглядами Возможно что это Ошибочный имидж Но Такое мнение существует В этой ситуации Вы могли Вы лично Могли притвориться Что вы с хунт И давать в Белый дом Развед данные О том что происходит Ну до таких глупостей И нижестей Не дойдет Хоть ни один работник В том числе Особенно Если вы хотите Меня в это обведить Не надо Нет Дело не в том Вы считаете Низость Информировать Белый дом Низость Секундочку Вы хотите сказать Что низость Информировать Белый дом О том что делает хунта Нет Зачем нам Входить в хунту Когда есть у нас Своя позиция Российская компартия Вообще В этих делах Не участвует Вот все Вы только что Вы сказали Что вы получали информацию От партийных комитетов Из разных городов Вот мы были в центре Этой информации Взгадь из подполья Работал наши корреспонденты Собирали ее Правильно Эдуард Сидел все эти сутки И собирал ее Потом работал пресс-центр В Белом доме Но от вас Информации никакой Не поступало Значит Вот это я могу рассказать Информацию Которую мы получали А информацию Мы получали О том Какая ситуация И какие проблемы Вопросы волнует людей Что надо сегодня делать Это мы получали Нашу позицию О том Что мы взяли на себя Работу По стабилизации Обстановки Не допустить раскачки Мы проинформировали Президента России Был такой разговор У нашего секторя У Косифа Да Он приезжал в Белый дом? Да Мы нашли понимание Он приезжал в Белый дом? Нет Он тоже работал здесь Он работал здесь Встреча не состоялась Состоялся телефонный Длинный разговор Вот и все А хунта была в Кремле Или на Старой площади? Значит Это государственный орган Где он был Я даже не знаю Потому что Мы работаем в своем здании А по номер АТС По которому Вы с ним связались? Ни разу Никакой связи Ни с комитетом Ни с кем У нас не было Мы работали только С партийными комитетами С телевидением Радио Которое Шло Получали информацию Комитетов И проверяли Как могли здесь Скажите Вам наверное Очень трудно Сейчас придется Работать коммунистической партии Работать среди людей Объяснять что-то Вести за собой Кого-то агитировать Ступить в компартию После этих событий Ведь Не секрет что Я не призываю Вешать коммунистов Отнюдь нет Действительно вы правы Что многие рядовые члены Компартии Были и на баррикадах И защищали И негативно Отнеслись к созданию Этого комитета Но ведь Чисто идеологическая работа Для вас это все Труба Вы приехали Значит Я считаю Что нанесел Страшнейший удар По компартии И поэтому Хотели бы мы не хотели Это факт свершился Другое дело Что Нельзя действительно Как вы говорите Как говорит Пихал Сергеевич Искать Погодню Охоту на ведьма Искать каких-то Там еще дополнительных Но надо смотреть в коре Я например считаю Что И А почему я это делаю Я пережил Забастовку в Кузбассе Я хоть и знаю Что такое Масса людей Что это такое Я убежден в том Что Никакая Сила В нашем Сегодняшнем обществе Невозможна Для решения проблем У нас есть слово У нас есть диалог Есть общение И мы на это вышли Вы понимаете Сколько прошло За это время Событий Прошли критические Пленумы Прошли пленумы Консолидирующие Вышла программа И партия И народ Уже начала Объединяться Зачем эта авантюра Что она дает Мы могли Расшатать Так страну Вот сейчас В период Когда урожай идет Когда надо к зиме готовиться Когда они завезли на продукты Что это Просто Она просто трагедия Вот почему Не получив четкой информации Мы начали Заниматься Спортализацией Эти вопроса Держать коллективы Чтобы экономика работала Чтоб люди не страдали Вот наша позиция То что сейчас Произошло Конечно Факт остается фактом Трудности у нас Возникают Огромнейшие И партия Получит Видимо на этом деле Серьезный удар Как это будет выглядеть Это видно сейчас Уже и в Москве Будем так Вы знаете Какие проходят События Сегодня закрыто здание Московского горкома Вы знаете Какие процессы проходят Стекла выбиты Здание закрыто Что нельзя отождествлять Можно критиковать Можно ругать Можно находить меры Еще раз Отождествлять С массой коммунистов Российская компартия Это 2 миллиона рабочих 650 тысяч колхозников Это 2 миллиона ветеранов Пенсионеров Это 3 миллиона женщин Это миллион Учителей Врачей Работников Науки Это та масса людей Которая проникает Которая живет Она засуществует Она делает Она работает Они тут не работают Она сохраняла Те качества Которые были Именно в этой своей массе Александр Григорьевич Вот нельзя Я не хотел бы Как Вы сказали Чтобы партия объединилась С народом Я хотел бы Чтобы много партий Представляли народ Скажите пожалуйста Почему ЦК РКП Не сделала Никаких заявлений В первые дни Которые могли бы показать Что Вы открещиваетесь От хунты Мы сделали заявление На третий день Можно конечно сказать Как все Но мы считаем Что партия Которая серьезная партия Которая работает И знает что делать Сделать хоть без информации Правдивой Нельзя Потому что первый день Было Если Вам нужно Семь на два часа До получения информации Что это А Вы же ведь Не нам все Нам нужна информация Прямая Ведь мы настаивали На том Чтобы мы получили информацию Уже из рук Секретаря Первого секретаря Генерального секретаря Вот о чем Сляви с ним нет Да Значит Поэтому мы думали Что этот вопрос идет И первый интервью Получается все равно Чуть-чуть все таки Извините Чуть-чуть получается Что Вы балансировали Вы были таким резервом Нет Скажите Что бы Вы сделали Если бы хунта победила Я убежден Что она не победила Александр Григорьевич Вы знаете Какое расстояние До Лондона До Лондона Стояние Я тоже не знаю Ну большое Да Нет Маленькое расстояние Ну достаточно приличное Чем от здания В котором расположено ЦК РКП До Белого дома Да Значит до Лондона Я знаю Я в субботу вернулся Из Тувы Считаю что оттуда До Москвы примерно Ну это не принципиально Подальше Чем до Лондона Почему тогда Мейджер заявил В первый же день Что этот переворот Был антиконституционным А ЦК Компартии России Для того чтобы понять Это потребовалось Три дня Значит я могу Это объяснить Дело в том Что информация Которая питалась ЦК И обсуждалась Эта информация Исходила Из государственных органов Мы требовали В эти информации Мы ее получили С телевидения Только с интервью Вот главное И в этом интервью Сказано что Согласованный Завтра Михаил Сергеевич Придет там Или когда-то Он там вызовет И все пойдет Так как надо Поэтому Почувствуй что в этом деле Не все гладко Мы снова потребовали Еще раз сказать О том что нам надо Объективную информацию Счителя его И на этом настаивать Михаил Сергеевич Вы знаете что Вот это мы не придумываем Ведь такое отношение Про которое вы сейчас говорите Выходила запрещенная Газета Россия И там был такой лозунг Который тоже не был Придуман с журналистами Там было написано так Спасибо партии родной За наш трехдневный выходной И вот об этом говорили Все Все москвичи И защитники Белого дома Это Ведь мы Не отождествляем Мы только вам Сейчас Передаем Как бы те претензии И те мысли Которые мы слышали В течение этих трех дней Эти мысли Заходили Мы их читали Это ясно Значит То что совершилось Это не то что Трехдневный выходной Это хорошо что выходной А если это был Значит трехмесячный Или какой-нибудь Чуть годовой Значит урон стране Что из этого произошло Вот же Что сегодня Больше всего Волнует И мы считаем Можно нас еще раз Повторяю критиковать Но то что удалось В стране Стабильность Это главное Спасибо Александр Григорьевич Что вы к нам пришли Мы понимаем что Вам было тяжело Когда вас сюда пригласили Я хотел просто Завершая наш разговор Вспомнить Выступление Михаила Сергеевича Горбачева По возвращении Из Фороса Где он сказал Что он считает Что партию Можно реформировать Я никогда не был Коммунистом И в общем Безболезненно Для себя Могу вам обещать Что я вступлю В КПСС Если вы сможете Ее реформировать Но безболезненно Для себя я уверен Что я в нее не вступлю Наш гость был Александр Григорьевич Мельников Секретарь ЦК КПСС Член Политбюро ЦК КП Я прошу прощения РК ПСС Я хочу Александр Вы поймите Тут у нас Сколько Александров Тут же 4 Нет Он Владислав Значит поймите Партия реформируется уже Партия реформируется Она находится В стадии реформирования Это Надо Осознать Осознать И вот К этому И идет программа И все наши работы Ну хорошо Поймайте меня на слове Хорошо В отличие от тебя Саша В эти дни Из КПС Я лично был свидетелем Многих людей Которые держались Долго держались Несмотря ни на что Они в эти дни Выходили из партии Сейчас будет поток После всех этих дел Я согласен Он уже идет Этот поток Конечно Мы все-таки Хотели бы закончить разговор Я понимаю Что он бесконечен И можно предъявлять Претензии И можно какие-то Контраргументы Выдвигать Но все-таки Я хочу еще раз Представить гостя Который был у нас в студии Это Александр Григорьевич Мельников Секретарь ЦК Компартии России И член Политбюро А мы продолжаем Нашу программу В радиорубке Радиостанции Так называемого Белого дома Это здание Верховного Совета России Как видите Все лица Которые сидят За этим стеклом И которые сейчас Вещают прямой эфир Для людей Собравшихся вокруг Белого дома Вам знакомы Это Виктор Ярошенко Никита Михалков Александр Любимов Александр Политковский Здесь В этой радиорубке Сегодня Перебывало Множество людей Не только народные депутаты Но и делители культуры Науки Которые выражают Свой взгляд На происходящее В нашей стране Уже в течение Двух дней Никита Сергеевич Что вас заставило Прийти сюда Сегодня Ну Меня ничего не заставило Прийти сюда Я пришел сюда сам Я пришел Как русский человек Как гражданин И как советник Премьер-министр По вопросам культуры И связи с рубежами Что вы сейчас сказали В обращении К тем людям Которые окружают Это здание Здесь было плохо Слышно Я попытался сказать Что Те кто меня знают Что я никогда Не был Ни крайним Ни левым Ни правым Я никогда не выступал На митингах И считаю Что каждый человек Должен делать свое дело На своем месте Слишком много Наговорено в стране Я еще добавляю Сговором и свои слова Но сегодня я здесь Потому что я считаю Что да В стране происходит безобразие Да Нужно наводить порядок Да Развалена экономика Да Действительно Абсолютно Пошлость Завладела экраном Телевидением Во многих программах Радио Театром Кино и так далее И так далее Да полное непонимание Слова демократия Потому что демократия Понимается превратно Понимается как вседозволенность Как можно делать Все это демократия Можно назвать начальника дураком Только потому что он начальник А не потому что он по-настоящему дурак А если он дурак И твой начальник То ты сам не умнее Раз ты его выбрал Чтобы он стал начальником Да Нужно наводить порядок Но кому И как Вот это вопрос серьезный Я считаю Что если русские люди Если россияне В куда входят Не только русские люди А россияне Вот по этому огромному Разбросанному пространству Которое Ироничными людьми Сейчас называется В особо крупных размерах Без определенных занятий Вот чтобы нам перестать быть В особо крупных размерах Без определенных занятий Неким Абстрактным образом Мы должны сейчас Абсолютно сознательно Для себя решить Дадим мы право Обращаться с собой так Или не дадим Есть у нас самосознание национальное Или нет Дадим мы возможность Обращаться с нами С позиции силой Как это было Многие годы Дадим ли мы опять Считать Что история нашей страны Началась с 17-го года А не раньше Потому что Чем виноваты Толстой Пушкин Дмитрий Донской Чем они виноваты Что они не знали Ни Карла Марса Ни Ленина Разве в этом Разве Только с этого момента Когда появилась Коммунистическая партия Возникло Понимание того Что такое истинное Самосознание национальное Я считаю что нет Москва 20 августа Второй день переворота На улицах по-прежнему танки БТР Заметно увеличилось число баррикад В двух местах Автобусами Грузовиками И тем что попалось под руку Перекрыт Калининский проспект Значительно выше и прочнее По сравнению со вчерашним днем Стали заграждения у Белого дома На лицах прохожих Напряженности тревога Которую творцы Чрезвычайного положения Пытаются выдать За вздох облегчения На смену страху И растерянности Пришла апатия Но к счастью Это не сказывается На политической активности Россиян Люди будут бороться Люди верят Российскому правительству Именно поэтому Вторые сутки Возле здания парламента России Стоят баррикады Я рассказал о том Что бессмысленно этот путь Тем более под руководством Пуга Язова, Кручкова И тем более Янаева Я их всех знаю По комсомольской работе В главном военно-политическом управлении Я работал С 73 по 79 год И знаю кто такой Борис Карлович Пуга Комсомольский функционер У которого никогда Ни одна комсомольская стройка Не получалась Потому что все разбегались Комсомольцы Есть было нечего Знаю кто такой Товарищ Янаев Председатель комитета Молодежных организаций Я знаю как они пикировались Скажем с Пастуховым Тогдашним старем Первым ЦК Волксм То есть я знаю их лично И когда мне сказали Что Инаев Гена Стал руководителем Пуча Я конечно очень долго смеялся Потому что На таких людей сегодня ставить Это счастье не видать Ну я рассказал этим ребятам КГБ Я говорю а кто ваш Кручков Кто же комсомольский функционер Они комсомольский Пуч Обязательно свой провалят Не получится Так же как стройки То есть у них это неизбежно То есть это невозможно Эти люди Авторитета никакого На кого они опираться могут Только на Совет ветеранов войны и труда Ну что он из себя представляет По-моему это все те Кто уже дачу себе построили Ну какие от них работники К полудню действительно Стало немного легче По городу расклеены листовки Информирующие граждан О распоряжениях Российского руководства Появились сообщения Правда разноречивые Что здание российского парламента Взяли под охрану 10 танков Таманской дивизии Под командованием Майора Евдокимова А Тульская Под российскими флагами Покидают город Ребят Какая вы дивизия? Тульская В какую сторону Вы сейчас направляетесь? Мы туда Прямо поедем Куда? На выезд из Москвы А вы сейчас У российского парламента стояли? Да Как выяснилось Слухи о задержании Георгия Шахназарова Первого помощника президента Горбачева Сильно преувеличены О чем он и сообщил Депутатам российского парламента Кроме того Как считает Георгий Шахназаров Знающий каждого Из чипистов лично Они вряд ли прибегнут К физическому устранению президента Я не верю Что они пойдут на это Это мое убеждение Хорошо Идеалист Но я не верю Хорошо Тогда такой вопрос Вот как вы вообще Объясните Их Если вы их знаете Как вы сказали Очень хорошо Мотивацию Вот этого всего Чикаго ГП Вот Понимаете Как я вещь Ведь я начал Как раз Это свое выступление Что в стране Ситуация Действительно Сезвычайная Действительно Очень много людей Которые считают Нужен порядок Любой ценой Кто бы ни пришел Как бы ни навести порядок Лишь бы был порядок Я думаю Они Были Приняли вот это вот решение Ошибочно оценив обстановку Они все еще Полагали Что эту страну Можно Привести в порядок Путем Вот таких вот Сворачиваний Демократического процесса На самом деле Надо наоборот Ити только вперед Спасение Впереди А не позади Перспективы Перспективы лично Президента Горбачева На возвращении Своё законное место И перспективы С этими Восьми Деятелями Комитета По чрезвычайному Положению На ваш взгляд Вы знаете Я уже говорил О том что Вот эта попытка Ведения чрезвычайного Положения В такой форме Она уже принесла Колоссальный ущерб В стране По всем Победям Но как говорят Нет куда без добра И это Я имею ввиду То что Может быть И общественность В том числе Демократическая Лучше поймет Какую огромную роль Играл Центр Играл Горбачев Как президент страны Который Гарантировал Развитие Демократического Процесса При всех Недостатках Ошибках Которые при этом были Вы верите в то Что он займет Президентское Своё кресло Безусловно Конечно Я считаю Что его возможности Отнюдь не исчерпаны Тем более Что Если Всё пойдет Как надо То я бы На месте Товарищей Которые организовали Все эти мероприятия Людям Собравшимся Для защиты Своей законной власти Зачитано Обращение Ельцина Борецкого Силаева Ихилбулатова Лукьянова В связи С неконституционными Действиями Предпринятыми Группой Лич Именующих себя Советским Руководством Считаем Необходимо Незамедлительно Осуществить Следующие действия Первое В заявлении Содержится требование В течение Двадцати Четырех часов Обеспечить встречу С президентом Горбачевым К встрече Привлечь Янаева Провести Медицинскую Экспертизу Состояние Здоровья Горбачева С участием Экспертов Международной Ассоциации Здравоохранения Вывести Войска Из Москвы В тринадцать сорок пять Вышла в эфир Независимая Радиостанция Эхо Москвы В середине дня У Белого дома Обстановка Была спокойной Создавалось Впечатление Что чаша весов Склоняется В пользу справедливости Как вы могли бы Прокомментировать Экономические аспекты Того выступления Которое было сделано От имени Советского руководства Нового Мы проанализировали Эту ситуацию В смысле И само заявление И предлагаемую программу Которую Изложенную Вот в этих Во всех Декретах И заявлениях Анализировали ее Всем коллективом Центром В котором мы теперь работаем И вот что мы Постановили Я могу это Прямо зачитать Мы считаем Своим долгом Заявить Что меры Которые члены ГКЧП Предполагают Предпринять в экономике Являются в основе Своей бессмысленными И дилетантскими И потому как и ранее Неотвратимо Будут вести К разрастанию кризису К финансовой И экономической Катастрофе Окончательному Обнищанию людей Мы за союз За единое Экономическое пространство За экономический договор Но считали И считаем Что достижение Всех этих непременных Атрибутов Рыночной экономики Возможно Лишь на основе Заинтересованности И добровольности Вот почему Мы упорно Предлагали Экономические программы Взамен Чрезвычайного положения Теперь ясно Кто и ради чего Торпедировал Эти программы Заявленная ГКЧП Программа действий Не только утопична В политической части Не только смехотворна В экономической сфере Но и вредна Главный ее вред в том Что философия Чрезвычайников В недопущении Подписания Союзного договора И на этой почве Прямое столкновение С руководством Девяти республик А также насилие По отношению Еще к шести республикам Приведет К крайне тяжелым последствиям Разговоры Призывы И заклинания Относительно дисциплины И порядка А также никчемные подачки В виде снижения Каких-то цен И повышения Кому-то заработной платы Смешные поручения Правительству В недельный срок Разобраться с продовольствием Ни одна из серьезных Действительно важных Экономических проблем Даже не заявлена К решению Следовательно Ничего кроме Усиления смуты Противостояния Конфронтации Экономической разрухи Это не принесет Ответственность За тяжелейшую работу По выходу Из той политической Экономической Международной Межреспубликанской Межнациональной ситуации В которую мы попали В результате переворота 19 августа Придется брать Уже полностью на себя Демократическим силам страны Однако к вечеру Положение заметно ухудшилось Поползли слухи Что Инаев подписал приказ Об аресте российского руководства А штурм здания Назначен на 9 часов вечера По внутреннему радио Верховного Совета России Передается рекомендация Всем женщинам Покинуть здание И прилегающую к нему территорию Эхо Москвы Передает призыв Российского руководства К гражданам Встать на защиту парламента Они должны сегодня Спровоцировать Несколько столкновений По крайней мере Вчера мы Нам уже Или сегодня вернее Ночью Я уже спутал день Сегодня 20 число Да Потому что у нас Нет ни секунды Ни сна Сейчас ничего Сегодня ночью К нам как раз Приходили врачи И сказали Что готовится И в Склифосовском институте В других больницах Специальное отделение Реанимационное Куда должны Укладывать людей С газовым отравлением То есть они готовят Там черемуху И так далее Вы видите Колонну машин Наполненных боеприпасами Они пригнали Солдат Кантемирус К дивизию Другие Которые набиты Снарядами Набиты патронами Но оказывается Людям забыли В 4 часа ночи Их подняли по тревоге Забыли дать даже Сухой паек И вот пришлось Российскому правительству Распорядиться Чтобы этих солдат Кормили И мы их кормили Как раз Эхо Москвы Передает призыв Российского руководства К гражданам Встать на защиту парламента Число защитников Белого дома Стало быстро увеличиваться Создается оцепление Комендант Москвы Генерал-полковник Калинин Объявляет в программе Время О введении Комендантского часа Спустя час Министр обороны России Генерал-полковник Кобец Отменяет действия Комендантского часа Но неясно Чье распоряжение Останется в силе У нас нет Танков У нас нет Самолетов У нас нет Армии Но у нас есть Демократическое Сознание И уважение К собственному народу И поэтому Мы из этого здания Не уйдем Соответственно Вот такое решение Было принято Значит Практически Весь Совет Безопасности Остался на местах Убыл Иван Степанович Силаев Остальные все на месте Что хотелось бы Обратиться К нашим Избирателям Гражданам Российской Федерации Всех тех Кто слышит Нас Я думаю Те кто Понимал нас И понимает Эти люди На нашей стороне На стороне Демократических Реформ Те кто Сомневался В этом Вот та ситуация Которая произошла В нашем обществе Еще раз показывает На что способны Вот те сволочи Которые уничтожали Государство На протяжении 74 лет Они и сейчас Проявились Но я думаю Это последние Всплески И последние Так сказать Укусы Вот этой вот СМИ Которая все равно Будет раздавлена Именно Раздавлена Политическим способом И демократическими Реформами Но они хотят Вот видите Взять альянс То вводят То выводят Технику Если они думают Что они хотят Напугать народ То это зря И наша задача Правительства Российской Федерации Ваш граждане России Поддержать Демократические начала Возврата У нас нет Или мы Начнем жить Так как весь живет Цивилизованный мир Или будем По прежнему Называть себя Социалистическим Выбором И коммунистической Перспективой И жить в этом Обществе Как скоты Поэтому В этой ситуации Надо принимать Определенное решение Да или нет Трагические события Начали разворачиваться Около полуночи Около полуночи Около полуночи Около полуночи Вы смотрите программу Взгляд В нашей студии многое изменилось За то время За то время Которое мы не работали В эфире И всех троих ведущих Удивляет Конечно тишина Мы просто не знали Вот провели уже Половину программы Что сняли телефон Хорошо вам известный 217-45-03 Но тем не менее Один телефонный аппарат Здесь остался И у него совершенно Другой номер Я хочу вам его Сейчас сообщить 215-81-47 215-81-47 А там в Белом доме В течение этих Трех дней Нам было Удивительно Молчание Официальных структур Многих республик Или такая Непонятная Выжидательная позиция Назарбаева Кравчука Но Неформалы всегда Остаются неформалами И представители Больших Масс народа Так называемых Демократов Присылали к нам Телефонограммы Звонили И мы эту информацию Передавали всю В эфир Я бы уточнил Находясь в рубке В радиорубке Белого дома Да Находясь в рубке Белого дома У меня есть Доподлинная информация Как вел себя народ Ну вы знаете К нам очень плохо Относились И относятся В бывших странах То есть В странах бывшего Социалистического лагеря У меня есть Доподлинная информация Когда произошел И было объявлено О перевороте К русским людям Которые говорили На русском языке Ходили по улицам Подходили Вам есть И спрашивали Вам есть где ночевать Приходите к нам Это было в Польше Это было в Польше Вот Правительство Предлагало Всем политическое убежище И содействие в том Чтобы люди могли Ну поехать В какую-то другую страну И там найти Тоже политическое убежище И даже гражданство Знаете Когда я думаю О тех событиях Которые происходили в Москве Я понимаю Я понимаю Что редко удается Кому пережить чужую боль Не испытав ее Самому И многие москвичи После событий В Сумгаите После событий В Тбилиси В Риге В Вильнюсе Карабахе Баку Они переживали Они волновались Но волновались Как-то отстраненно Потому что Это было там далеко Но вот И на улицах Москвы Пролилась кровь Москвичей конечно Не удивишь Видом боевой техники На улицах города Потому что Привыкли все К военным парадам Но если раньше К этой технике Выводили детей И показывали ее им То сейчас Москвичи встали На пути Этой боевой техники Конечно Камень Это не пуля Троллейбус Это не танк Но это тоже Было оружием И главным оружием У москвичей Была вера И уверенность в том Что враг не пройдет И все равно Мы победим И вера В то Будущее Которое в принципе Только-только Приоткрывалось Перед всеми Нами Вы знаете Нас Вместе с прибалтами И вместе с закавказцами Проднила кровь Мы Братья по крови Это страшное Братство В условиях Нашего государства Я очень надеюсь Что это последняя кровь Которая Пролилась на улицах Наших городов При всем при том Вы знаете Это было Конечно Очень тяжелое Но В общем Счастливое время Люди стояли Под этим дождем Сумасшедшим Стояли В общем-то Действительно серьезно И Там приезжали Какие-то итальянцы С вином Из березки Мальчик 14-летний Из Архангельска С пятеркой Приехал Там Ракетиры приехали С кучей бабок Значит Вот ребята Вам Американцы Прокладывали Канонаду пушек Они прокладывают Компьютерную связь Белого дома Со всем миром Кросс намонтируют Свои тарелки На крыше Белого дома Биржи Привезли еду Там банки Что-то тоже еще Ксероксов Кучу У нас там В эту ночь Монтировали типографии Как раз То есть Это конечно Было Такое великое Единение людей И вот Может впервые За свою Правда Не очень Длинную жизнь Я горд Что я русский Нам действительно Есть чем гордиться И Очень бы хотелось Чтобы этот Упоительный Такой момент Победы Вот Чтобы он стал Каким-то ежедневным делом Делом борьбы За свои права Понимаете Ведь все начинается Не вот 19-го Начинается с того Что мы выбираем Депутатов Которые могут Не выбирать президента На своей территории Принимать такое решение Начинается С того Что там Поджигают фермы Первым предпринимателем На селе Занимаются Нечестным бизнесом Изгоняют Из армии Офицеров Которые раскрывают Несправедливые Приказы командования И изгоняют Их Ссылаясь на приказы Естественно Ну просто Начинается с того Что вот Люди ходят на работу И ничего там не делают Очень бы хотелось Чтобы вот Сейчас вот Такой момент На крови Там страшно Странно страшно Конечно в общем-то Крови Но в какой-то степени Повезло Давайте попробуем Дать друг другу слово Что мы каждый день Будем такими Вот как эти ребята Эти мужики Которые стояли на площади Давайте Так вот Попытаемся быть И тогда у нас все получится Я просто в этом Очень уверен Трагические события Начали разворачиваться Около полуночи В разных частях города Была слышна Автоматная стрельба В 20 минут первого По внутреннему радио Верховного совета России Было передано сообщение Что какая-то воинская часть Вплотную подошла К белому дому Спустя 10 минут БТРами была прорвана Передовая часть баррикад Начавшиеся свалки Погибли по меньшей мере Три человека Бутылками зажигательной смесью Подожжал один из бронетранспортеров И так кровь пролилась Пучистые перешли роковую черту Если Случившееся Способствует Сохранению Великого государства Если случившееся Позволит На последних Ну что ли этапах Развала и крушения Сберечь Территорию Сберечь Полиэтническую мощь Сберечь потенциал Для будущего развития Если случившееся Предотвратит Окончательный крах Экономики И нарастающую Вражду всех Со всеми Ненависть всех Всем То это благо В здании парламента Обстановка напряженная Но далекая от паники Подразделение Подмосковного ОМОНа Занимает позиции Для обороны В коридорах Возводятся баррикады Радиостанция Белого дома Постоянно в эфире В час Тридцать ночи Подразделение ОМОНа Охранявшее здание Моссовета Покинуло свой пост И ушло в неизвестном Направлении Моссовет Остался под защитой Всего лишь Четырех милиционеров Замолчала Радиостанция Эхо Москвы С этого момента В Москве работает Только одна радиостанция Передающая Правдивую информацию О происходящем Это радиостанция Установленная В белом доме То что лучше Быть богатым Но здоровым Чем бедным Но больным Очевидно Практически всем Теперь Сложнее другая Дилемма Бдительность Или благодушие С одной стороны В стране Имеется многолетний Опыт стукачества С другой Не меньше срок Разгильдяйства И беспечности И вроде бы все Нам одинаково дорого Локальная предыстория В городе Пензе Мне стало известно 7-8 числа Сейчас точно дату Сказать не могу Но именно Может быть даже раньше Что Один человек Фамилию назвать Я не могу Потому что я знаю Как пользоваться Оперативной информацией Заявил Что ему стало известно О том Что руководитель Пензенской области Фамилии тоже Называть не буду Заявил Что Горбачев будет Сброшен Что Армия за нами КГБ за нами Понимая важность Этого сообщения Я немедленно Позвонил Исполняющему обязанности Начальника КГБ Полковнику Косяченко Дословно Ему передал Он мне ответил Что это не представляет Опасности для государства И они проверять не будут Не будут Я вынужден был сказать Что это уже Переворот Это Входит в компетенцию Органов госбезопасности И просил ее Чтобы он Задокументировал Это И соответствующим образом Отреагировал Он мне пообещал Что да Действительно Если это связано С переворотом Они заниматься будут Не успокоившись Я По Международному Телефону Передал Приемную Товарища Барбулиса Телефонограмму Текст ее Я думаю Находится У Приемной Товарища Барбулиса Вначале Докричали Не верьте Холостые Они это не посмеют Стрельбавая С трассирующими Пулями Поверх голов Влево Право И по центру БТРы Пытались прорваться С стороны кольца Проехав по подземке За заложенные баррикады Здесь стали Троллейбусы Автобусы Какие-то машины Народу было много Все перед баррикадой И что самое Вперед вышли женщины Женщины с плакатами Нет хути Вперед что на женщин Не поедут Ждали что поедут Мы поедут В то время Когда они сюда проехали Блокировали вход Они оказались в ловушке Один БТР подался назад И поехал в предположенную сторону И он был накинут брезент Наслеп Порезался там В свою машину Прошел вдоль бортов Хотел снять его Открылся люк И брезент пытались втянуть Туда И значит Кто-то влез Вот в эту машину А его видно Там убили Вот И значит Задняя дверца была открыта Он освещился С нее Вот он с ним ездил Наверное минут 10 Его рук Держали видать за ноги Или что Потому что голова Все время оботкалась По асфальту И он раза 3-4 Он оттуда проехался Туда Разгонялся Это самое С этими Еще кто-то подскочил И хотели вытащить труп Вот А был выстрел Этот упал Вот И значит АПТР дал А задний ход И под гусеницу Прям потянуло его Ну я видел Стоял прям сбоку Вот Потом он опять Отошел назад И когда еще раз шел Сначала кинули Одну бутылку А уже ближе Уже несколько штук Вот Все Он встал вроде Вот Значит Горел И выскочил И выскочил Уже Экипаж Выскочил Офицер А с автоматом А на перерез Ему какой-то человек Кинулся Охватить Он его застрелил И сел На На Еще одну машину Пыхнуло так это Ярко Хорошо Она остановилась Ну и чем я поразило Если я правильно понял Эту ситуацию Что он просто бросил Личный состав Вот В этой ситуации Хорошо было видать Как он выпрыгнул С пистолетом Остреливаясь Перебежал Там бемпушка стояла Вот возле Яки сам К них Но тут люди сразу Кинулись к нему Солдаты начали Воздух Стрелять Это самое И Короче он там Спрятался А потом Выяснилось Что он вообще исчез Стрелял только Офицер Солдаты Чего я видел Только стреляли Воздух Этот вот БМП Под номером 536 Он Там руководил Как это Потом Солдат сказали Майор Но они назвали его фамилию Там Все он Лично руководил этим Вот Не помните его фамилию Нет Не помню БМП номер 536 536 Кто-то сказал Что они пьяные Мы А подходили Там А прапорщик Сидел И солдаты Все трезвые Вроде были Там начали уговаривать Этих солдат Все Но не во-первых В таком Взвинченном состоянии Им даже не говорили Что им сказали Они прямо с марша Их сюда бросили И сказали Что это Просто сделать проходы В баррикадах Их задача Что там люди Что как один сказал Даже мол Не думали Но они Фактически выглядели В тот момент Как затравленные зверки И сколько По вашим ощущениям Погибло человек Вот Мне так казалось Что 4 человека Вот как В этой суматохе Но потом Как сказали Что пьяки Только держите А произошло это потому Что весь тоталитарный режим Который загнал нас в клетки Держится на 4 монстрах На монстре партии Которая привыкла Нас эксплуатировать И считает Что мы быдло Рабы Которые должны на них работать Они должны нами управлять Во-вторых Армия Которая им принадлежит КГБ Которая им принадлежит И оружие для них делает ВПК У нас с вами ничего нет Кроме счастливых глаз И надежды И солидарности Пока мы не поломаем Этим структуры Пока я не буду иметь На Лубянке Свой институт Который будет Красивый Крутящийся глаз Там делать Истинное прозрение Глаз Люди Выжимание из них Каких-то непонятных Так сказать Сведений Что все они вроде враги До тех пор ничего не наступит Пока мы не уничтожим На этой площади Не объявим бойкот Нашей партии Не выйдем из нее И пока эта партия Не переименуется Из коммунистической В партию гуманистическую Тоже ничего не произойдет Пока армия не будет сокращена В три А может быть четыре раза И не станет профессиональной И в нее придут Честные профессионалы А не политиканы И будут ликвидированы Эти идиотские политорганы Которые заставляют Стрелять в народ И настраивают солдата На ненависть К своим людям До тех пор Мы опять-таки На грани Этого новой болезни Опять можем ослепнуть Ваше отношение К Михаилу Сергеевичу Горбачеву Я считаю Что он конечно Должен сам прозреть Я думаю Что он тоже Оболванен С самого детства Вот этими коммунистическими идеями Как и я был в свое время Оболванен Мы все оболваненные люди Но некоторые прозрели А некоторые не успели Думаю Что может быть Сейчас он начнет прозревать Я думаю Что он сейчас В той стадии В которой я был Шесть лет тому назад Может быть Ему удастся До конца своего срока Стать нормальным президентом И отдать народу Ту собственность Которая принадлежит народу Отдать те земли Которые должны Принадлежать крестьянам Отдать те фабрики И заводы Которые должны Принадлежать рабочим Сделайте народное предприятие Вы же обещали В семнадцатом году Господа Коммунисты Господа функционеры Где же ваши обещания Я думаю Что он это сделает Если нет Мы конечно Тогда должны будем Просто Выбрать другого президента Мы Только мы Можем решать Плох он или хорош Чем он Плох или хорош А не эта шайка Это наше дело Наше всенародное дело Плохо он выбран был Не демократически Он выбран был И все-таки Он законный президент Наше дело Давать ему отставку Или оставлять его дальше Допустить ли его К новым выборам Еще одна вещь Если он не жив То это пятно На всех нас Нашей истории Только не хватало Чаушеску И такой же трагедии Которая была разыграна В Чехос... В Румынии Я не хочу думать Что он не жив И Вы знаете Что я никогда не была Особым поклонником Горбачева Хотя я не была Его врагом Но я всегда думала Что я думала Всегда и писала И говорила И при нем И В средствах массовой информации Но Только мы можем С него спрашивать А не они Вы смотрите программу Взгляд В эфире программа Взгляд Мы работаем в прямом эфире Поступили уже звонки Люди просто не верят Что мы работаем В прямом эфире Но вот было два звонка Из независимого телевидения Камчатки И торгпредства Японии Я могу сказать Что сейчас Московское время 15 часов 55 минут 54 54 да Вот Я думаю Что вот в 16 часов Когда начнется Уступление Михаила Сергеевича Горбачева В Белом доме России Нас могут выключить Хотя сам Да вот режиссер Один из режиссеров Иван Демендов Предупреждает о том Что через 4 минуты Могут нас выключить Хорошо И сам факт В общем сообщения О том что мы получаем Ваши звонки Ну наверное подтверждает Что мы работаем Все таки в прямом эфире Вы знаете Вот в пресс-конференции Горбачева Которую он дал По возвращении Сфороса Мне больше всего Понравились слова О том что Политическими сложностями Острой политической ситуации В стране Всегда пользовались И левые и правые Но я думаю Что этой ситуацией Пользовался и сам Горбачев И конечно Прежде всего для него Военный переворот Это страшная трагедия Вот мы тут Посчитали Такой баланс Составили Очень хотелось бы Чтобы вот У политика У Горбачева Конечно у него были Мучительные Переживания И надо отдать должное Ему самообладание Но чтобы вот эти переживания Которые были Были еще более Мучительными В будущем Потому что Картина В общем то ясна Я верил и верю В искренность Горбачева Но тем не менее Давайте вот посмотрим Видите понимаете Искренность Это все таки Не профессионализм Охрана В рамках структуры КГБ Цыковский товарищ Болдин Главный информатор президента О ситуации в стране Значит этот бессвязный поток Премьер министров Министров Рядом Так сказать так Протекция всем Главарям хунты В течение нескольких лет Ну помощник по печати Который три дня провел в Сочи Ну Анатолий Иванович Который тогда еще в октябре Прошлого года Потакал травля шварнадзе Если вы помните Ну вообще знаете Создается ощущение Что перед профессиональной хунтой Президент бы точно не устоял Ведь они в общем-то Ничего не скрывали Ведь на самом деле Вот наши Преступники государственные Очень искренние люди Опять же Баланс В прошлом августе Язов двигал десантников Вокруг Москвы Репетит Да В январе Вся модель В миниатюре Была разыграна в Прибалтике 13 и 20 Кровавая репетиция Ну Кравченко он Так сказать Выполняет волю президента Это понятно Значит 28 февраля Танки в Москве Если вы помните Маневры Уже на конкретной территории 18 июня Попросили Особые полномочия Павлов Павлов Ну и с ним Три богатыря Язов Пуга Ну а А с другой стороны На протяжении всего этого времени В общем-то Дают себя знать И демократы Ну Или люди Близкие Горбачеву В течение предыдущих нескольких лет Шеварнадзе уходит Бакатин уходит Петраков уходит Шаталин уходит Яковлев уходит Явлинский Бьется в закрытые двери Пытаясь Так сказать Выполнить свой долг Его никто не понимает Душит известия Что мы тут еще Писали Ну вот Такой баланс Короче говоря Президента предупреждают На протяжении всего этого времени И те и другие Мне кажется Президент должен Наконец понять Понять свой народ Понять народ Который спас ему жизнь Спас жизнь его семье И его стране Вы знаете По моему мнению Хунты Это не те 8 человек Которые Мандражируя Бравировали На своей презентации Это только Видимая часть Пирамиды А осталась Целая генерация Аппаратчиков Взращенных Райкомами Обкомами Крайкомами Как партии Так и комсомола И политорганов Армии И некоторые из них Сейчас естественно Пригнули голову Стараются уйти в тень Другие же наоборот Сейчас чтобы сохранить Свою жизнь И какое-то свое место Будут лезть В герои И причем таких будет Наверняка Очень много В этой связи Мне вспоминается История о том Что по воспоминаниям Ветеранов революции Вместе с Лениным На Красной площади Несли бревно Более 800 человек То таких вот Сейчас носителей Бревен будет Очень много И это очень опасно И я хочу Привести Не только для себя Но и для нас всех Слова Футчика Люди Будьте бдительны Фашизм В какие бы токи Он не рядился И в какими Какими бы измами Он не прикрывался Не должен пройти Ни у нас в стране Нигде больше в мире Кстати говоря Вот о реакции Я знаю Извини ради бога Я просто хотел Ты думаешь Сейчас выключат Прямо с эфиром Да по поводу Все таки президента Есть ли эти люди Которые сейчас Еще находятся В государственных структурах Занимают посты Там замов Короче они засветились В хунте Но и не Они ведь не приходили В белый дом Ну вот мы общались Они нас не информировали О своей позиции Вращайтесь с орбитой Они есть Они живут Давайте повращаемся с орбитой А дальше будем работать И остальные орбиты нас ждут Мы очень Мы ждем Что сейчас президент Что-то скажет Чтобы он был наш президент Понимаете Уже этот социалистический выбор Вообще Что делать с КПСС Надо все это объяснить Как-то людям В конце концов Нам объяснить Почему мы должны были Полгода быть без работы Я вообще не хочу сидеть Еще раз там Где-нибудь В радиорубке Когда следующий хунт придет Понимаете Может быть мы Извини Саш Может быть мы были Излишне многословны Но это Поймите нас правильно Это первый эфир Через 253 дня Нашего умолчания Спасибо вам За то что вы смотрели Нашу передачу Мы еще вернемся После Гербачера Александр Любимов Александр Политковский И Владислав Листев До свидания До свидания